Почему улица Красноармейская закрепляет память тех, кто когда-то жил и отдал жизни за светлое будущее? Сготелось название в более поздние времена. Красноармейцами назывались солдат Великой Отечественной войны. По улицам Красноармейской, Чкалова, Фрунс застроились первые брусчатые дома для работников Пашминского медиалеприлитного завода. То есть Чкалова-то тоже одна из первых получается. Как часто проходят такие экскурсии? Вот в этом году мы решили раз в месяц пройти по улицам города Верхняя Пашма. У нас был юбилей села Болтын. Мы ходили по улицам села Болтын тоже к юбилеем. Пришли у нас тоже много интересных улиц. Но в Пашме-то уже сам Бог велел. Тут сама история нас прям подвигает сюда. Я думаю, что многие жители просто не знают об истории города, в котором они живут. И тем более улица, как они создавались эти улицы, кто на них жил, какие интересные люди проживали. И поэтому мне кажется, просто интересно даже для себя узнать той местности, где мы с вами живем вместе. А по каким улицам ходили? Мы ходили по улице Калинина, улица Чайковского, Мамина Сибирька ходили. Но как-то маловато мы прошли, наверное, потому что как-то было проблемно немножко создавать вот эти прогулки. Но ходили. А вот в этом году, мне кажется, у нас как-то началось неплохо, я считаю, думаю. Ну и опять же пришли те, кому интересна история города. Хотят узнать по Польше. Какие улицы еще в планах? Так, ну в планах, я думаю, мы пройдем по улицам, чьи наши земляки, которые жили здесь, в нашем городе. И Минамина Сибирька, Лукова, Чистова, Спицына и так далее. А где можно узнать афишу? Ну везде выставляем, в чатах везде выставляем, в группе в Сайвконтакте выставляем, в Аптумской библиотеке клуб. Так что заходите в нашу группу, узнавайте, все там увидите сразу же. Спасибо. Какой мужик, а 3-4 года всего. Я все поражаюсь.